Сегодня было заявление или обращение Межлица Крымско-Латарского народа. Этот текст есть и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Текст обращен и к гражданам Украины, и к правительству Украины, и к международному сообществу о ситуации с репрессиями и насилием со стороны оккупантов, в отношении и Крымско-Латарского народа, и украинских граждан на новозахваченных территориях на Херсонщине и в Запорожской области. Но так как текст достаточно массивный и, я бы сказал, огромный, на его прочтение нужно и анализ потратить, наверное, какое-то время, полчаса, час, внимательно отнесясь ко всем формулировкам и каждому предложению, мне показалось, что Межлиц Крымско-Латарского народа в своем обращении считает неприемлемым вот эту позицию победы, которые некоторые украинские чиновники оглашают как возвращение границам 23 февраля и являются победой Украины в этой войне. Я пытаюсь формулировать очень дипломатично, поэтому прошу, чтобы более четкие ответы об границах на 23 февраля сформулировали вы, чтобы наш зритель понял, является ли это победой Украины или не является это победой Украины, возвращение к границам до начала горячей стадии войны. Мы действительно вчера ночь состоялось заседание Межлица Крымско-Латарского народа и мы приняли специальное обращение Межлица ко всем согражданам, которые проживают на временно оккупированной российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей. Для нас представляется очень важным отметить то, что абсолютное большинство граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, они остаются самоотверженными, верными украинскому государству, они не идут на сотрудничество с российскими оккупантами. В этом заявлении мы обратили внимание некоторых, которые все-таки пошли на сотрудничество, о том, что это является криминальным преступлением и за это предусматривается уголовное наказание, связанное с лишением свободы на большой срок. А при этом мы, конечно, сказали о том, что мы уверены, мы действительно поддерживаем единство военно-политического руководства Украины и украинской политической нации, мы восхищаемся вооруженными силами Украины, и, естественно, мы выражаем уверенность в том, что завершение этой войны будет с восстановлением территориальной целостности Украины. Мы ничего в этом заявлении нового не сказали, потому что, я уверен, Осман, и все ваши слушатели и зрители тоже обратили внимание на то, что после тех стамбульских переговоров, когда были очень неудачные пояснения по результатам переговоров, и сегодняшняя риторика, и особенно заявление президента Украины Владимира Зеленского в отношении территориальной целостности Украины, в отношении тонкостей, связанных с возможными переговорами с Россией, за это расстояние, это небо и земля. Сегодня в Украине никто не говорит о вынесении Крыма и Донбасса за какие-то скобки и тому подобное, сегодня наоборот. Все говорят о том, что переговоры с Россией возможны только лишь на фоне победы украинской армии, и это сегодня для всех очевидно. Ну, с другой стороны, некоторые эксперты говорят о том, что вот это затишье, которое мы наблюдаем, это лишь перегруппировка России для того, чтобы удар нанести, может быть, сильнее в восточном направлении. Кроме того, мы же наблюдаем эту оккупацию, которая ползущая оккупация превращается в реальную оккупацию Херсонской области, за исключением севера, прилегающего исторически к нынешней, под названием Кировоградская область, вот этот регион, и мы видим сложности в Запорожье, и ощущение, что серая зона лишь увеличивается. Поэтому какое ваше видение временных перспектив? Речь идет о месяцах до конца года, или это более затяжная история? Смотрите, давайте я буду, может быть, избегать каких-то детальных прогнозов. Для этого необходимо знать информацию во многих сферах, и особенно в военной сфере. Я могу согласиться с тем, что вот эти предстоящие недели будут наиболее ответственными для нас, украинского общества, для государства. Это чувствуется по многим событиям, которые сейчас происходят. Некоторые, может быть, они незаметны другим, кто находится вне Украины. Понятно, что Путин, российское военное руководство, жаждет, если не реванша, то хотя бы каких-то видимостей побед, для того, чтобы у них было с чем выйти к российскому обществу 9 мая. Но, тем не менее, сегодня в Украине, не тем не менее, но одновременно, и это ведь уявление, это представление не только украинского общества, но если, извините меня, Баррель говорит о том, что судьба этой войны будет решаться не на дипломатическом фронте, то тем более украинское общество говорит о том, что с завершением этой войны может быть только лишь восстановление территориальной целостности Украины. И понимая все эти гнусные планы России в отношении Донбасса, в отношении так называемого коридора между оккупированным Крымом и Донбассом, возможно, второй атаки на Киев, тем не менее, мне представляется, что украинское... Не представляется, я уверен, я вижу это, я живу в этом обществе, я нахожусь среди людей, сегодня даже нет и намеков на то, чтобы какая-то часть общества сказала бы «Стоп, стоп, стоп, мы устали, мы напуганы, давайте быстрее договариваться с Россией на любых условиях». Это время ожидания Москвы, что Киев пойдет на договоры на условиях Москвы, мне представляется уже безвозвратно ушло.